Малахиты, платину и леса дремучие, лишь бы брали правильно и сибирь не мучили. Доброе утро, друзья, 20 октября. Завтра у меня вебинар. Но есть такие темы, которые надо раскрывать шире, а в вебинаре другой формат. Значит, сегодня тема персики, причем в основном будем говорить о технологии. Но у меня есть особая манера, она связана с тем, что перетасовать и выстроить встроенный ряд по темам я уже не в состоянии, возраст не позволяет. А вот через 5 минут начинает расплаваться перед глазами, через 20 минут давление, то падает, то повышается. Я перед вами оправдываюсь. Я решил так, вот есть у меня папка. Так, вот она. Она не полная, и это одна из многих папок. Но так сложилось, так проверяю запись, вроде идет. Так сложилось, что главную папку я рассказал, почему. Там мои персики в чужих садах. Слово чужие, конечно, слух режет. Они мне не чужие, они родные. Но не в моем саду. И вы ее прекрасно уже изучили. А кое-что, что относится к агротехнике, я откладываю сюда. Вот. Ну что, будем изучать? Почему? Потому что, начнем с того, что 11-13 градусов, якобы, на юге выдерживают персики, мороза. Вы поверите, 11-13. Но речь идет, конечно, наверное, о Средиземноморских травах. Вот. А потом у нас работали мы персиками ученые. Сейчас я даже не знаю, работают ли. Почему? Потому что страшная вещь произошла, подмена понятий. Берется моя фотография, присылается ей новое название, я вам покажу такие. Называется, например, «Абрикос Сибиряк». И, пожалуйста, 40 градусов. А ведь это моя фотография, правда, 40. Без обмана. Обман другом, что у них откуда же не мои эти персики Хасанские. И в результате получается следующее. Значит, официально дошли по морозостойкости до 26-28 градусов мороза. Ну, сами понимаете. Вот было как-то в Крыму минус 30. Было 35. А на уровне почвы все 40. Где-то на Кубани. Одна такая зима, и все труды уничтожены. Поэтому находка моя перед вами. Две находки. Два сорта персика. Третий, к сожалению, погиб безотвратно. А виноват кто? Надо было деньги заработать. Надо было больше внимания саду уделять. Вот один раз, единственное, не положил черенки для страховки в погреб. И третий сорт у меня есть сейчас навсегда. А, кстати, и четвертый тоже. Киевский ранний я уже почти довел до ума. Вот. Но два сорта у меня сейчас есть. Итак, агротехника. Здесь, еще раз, у меня просто нет здоровья все это перетасовать, чтобы было по темам, по срокам и так далее. То есть, как фотографии легли, так они легли. Это будет недостаток, но я из недостатка этого делаю достоинство. Почему? Не уснете. Потому что каждый раз перекидываюсь с одной темы в другую. Я бы так для студентов проводил занятия в университетах. Представляете, кто из вас учился. На задней парте мы играли в эти самые морской бой. Сейчас есть телефоны. Вот на передней парте несколько отличников слушают преподавателя. Боря с древотой, который что-то там гудит. Поехали так, чтобы вы не уснули. Вот, все подряд. Значит, я сейчас, не у меня еще, я вот так, это, делаю, смотрите. 2017 год. Вот, ничего не делаю, просто вот это вот, как оно называется. Эту стрелочку сюда подвел, ничего не нажимал. И вот выходит, что в августе, 20 августа, что мы можем убедиться, что, во-первых, моя фотография. Смотрите. 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 Если тут жарчина, если здесь, как оно называется, будем придирчивы. Кучерялость, но практически нету. Ну, вот еще одна такая фотография. Ну, вы можете убедиться, что персики настоящие. Вот, никто вам голову не морочит. Теперь вот эта фотография не моя. Здесь посажены персики. Вот, мне просто прислали, я сюда вставил и все. Но я всегда придирчиво смотрю за своими учениками. Эй, признавайтесь. Что это? Холмы видите? Видите. Вот. Холмы зарощены, зарощены. Но проветривание есть, есть. Забор снижает, вот такой, пусть даже двухметровый, снижает ветровую нагрузку. Персики все снижает. Вот. Порадовался я за своего ученика. Идем дальше. У меня таких фотографий сотни, только в других местах. Так вот тут что-то бы подскочили. Ага. Вот это вот персик не мой. Мне прислали эту фотографию. Поздравляю с первым урожаем. И вот эту даму поздравляю с первым урожаем. Вот. Здесь только мое. Если не мой сад, то все равно мой. Вот. А вот эти две фотографии. Сейчас выяснилось, что мой друг Алексей Калюсей Иванович из Челябинска. Это он придумал такую форму. Мы назовем ее изобретением. Вот. То есть здесь приподнято слева. Приподнято. Или в эту фотографию возьмем. Здесь справа приподнято. По таким углам посажем. Делал так, чтобы он не гнил. Вот. Ну, а потом все это закроется. Полюбовались. Спасибо, Алексей Иванович, за подсказку. Один из вариантов укрытия. Вот. А этого уже нет. Смотрите, что это. Это мой сын Артем. Он живет в Новой Каховке. Украина. Он по происхождению русский. По паспорту русский. Вот. И сейчас у него паспорт русский. Вот так сложились обстоятельства. Он живет в Хельсунской области Новокаховке. И писал мне вот эту фотографию. То есть здесь у меня он прошел специальную подготовку. Я надеялся, что когда-то станет вернется. Он же родился у меня. В Сибирь и снова вернется в Сибирь. Но пока не вернулся. Вот. И там он как бы там продолжил мое дело. Это не мой персик. Но это персик. В общем. Ну может быть мои уступают. Вот. Это я из ревности говорю. Тамарсик. Это один из местных. Ну не сильно уступает. Ну а этот персик перевези в Сибирь. Замерзнет. Даже не чихнет. Вот. Вот эту фотографию мне прислал кто-то из вас. Это да? У меня вся фотография. У кого-то получилось. Красивый натюрморт. Вот. Эту фотографию я показываю ради забора. Забор очень светлый. Почти белый. Вот. От него отражается солнечная лучи. И здесь даже зимой теплее, чем отступи от него 5-10 метров. И будет несколько градусов холоднее. Защита с севера обеспечена. И белый цвет. Это значит, что темный бы цвет поглощал бы солнечные лучи. А этот белый отражает. И значит, я это называю микрозону. Я это называю тепловой подушкой. Уже многие из вас термин тепловая подушка применяют. У меня много таких самых изобретенных терминов. Они как бы отражают действительность. Бьют в точку. Тепловая подушка. Все ясно. Есть тепло. Теплее. Это забор. Ой, забор. Стена, сарай. Это мой первый был треуг. Старая фотография. Вот. Еще до цифрового фотоаппарата. Идем дальше. Вот. Здесь получилось следующее. Итак. Начало треугла Персика Хасанского. Вот. Я вынужден. Может быть даже. Я буду говорить. Так как долго говоришь. Люди устают. Так. Может быть я буду говорить. Целиком. А. Персик Хасанский. Его полно на Дальнем Востоке. Да. Полно на Дальнем Востоке. Сейчас. А. Зачем тогда у меня жители находки Кабаровского края. Прямую ее заказывают. А. Как они свои-то где? Вот. А свои не обладает той морозостойкостью. В двух словах история. Как он у меня появился. Причем клянусь Богом. Что именно так и было. А не то что я выписал на Дальнем Востоке. И кайфую. До кайфа было далеко. Вот. Меня пригласили в поселке Сизой. Читать лекции в новом открывшемся музее. А при музее школа садоводов открылась. Сестра нашего национального героя Рыгина. Люба Рыгина пригласила меня читать лекции. Приезжаю. Полтора десятка стариков. Вот. А мне надо добираться сюда зимой. А морозы как раз были. Та самая зима. Самая страшная. До 40 лет, что я тут был. 20-21 год. Ой. Я заговариваюсь. 2000-2001 год. На пороге этих эпох. Переменный эпох привелся к страшным народам. Добирался как угодно. Даже на резиновой лодке. Риско я перевернулся. Вот. Все было. Меня судьба благодарила. А вот у нас есть бабушка. А у бабушки есть персик. Вот так я попал в бабушку. Я нашел этот персик. Замороженный в усмете. Вот. Открыта самая. Из нижней. Ну, полностью замерзла. Из нижней части я выкопал маленький-маленький кусочек веточки. Без всякой надежды я ее отрядовал и у себя привел. Вот. И вот первое. Разочарование было дикое. Вы знаете, одна из моих примеров, что все в природе гораздо сложнее. Персик этот довели до такого состояния. Она же получила сажение с приморья. Он у нее практически замерзал. Каждый раз порой снега. Тут еще и снега нет. Вот. Вот что было, то было. Мертвое фактически дерево. Если бы не я, сейчас бы, сейчас он с трюкхом идет по Украине, по Белоруссии и по Казахстану. У нас хуже. У нас верующих в это, в будущее персика мало. Вот. Представляете, с чем я столкнулся. И здесь замерзший персик совершенно. И когда я сделал первый урожай, вот такой вот, это было невероятно. Он был такой мелкий и до зимы не вызревал. А почему? Из поколения в поколение его выращивали из косточка, из косточка. Получили косточку из косточки. Получили урожай из косточки. Довели до такого состояния. Он стал чуть больше, чем голубиное яйцо. Вы представляете? Вот с этого началось. А потом, будучи привитым на Монжурский обрехоз на Сливу, ну, идем дальше. Вот это было начало. Но он обладал уже достаточной морозостойкостью. Будучи привитым, привитым, привитым на суперморостойке моих железов по двое. И начал укрупняться. Вот. Вот эта фотография сделана еще, ну, то, что мы раньше президентом назвали, мыльница, помните, фотоаппараты. Вот она моя наглая рожа, которую я захотел в Сибири персики иметь. Вот она рожа. А вот он персик. Вот это первые два плодика. Я сниму с фотографиями. Но уже крупнее, вы согласны? Вам это неинтересно? Это не просто, чтобы мне морды не тыкали, вот ты выписал. Ни хрена я не выписывал. Если бы мне эта бабушка, там еще же, я же у нее потом нашел практически замерзшую шелковицу, но это будет еще одна история. Идем дальше. Вот, вот, а вот, вот, вот. Эта фотография промежуточная. Уже все-таки, может, надо было перетасовать фотографию. Вот смотрите. Вот это. На следующий год вот это. Еще никуда не годная, потому что впереди зима. А они зеленые и кислые. Ой, так куда я? Почему я подскакиваю? Вот. Теперь началось расти дерево. Одно из вариантов. Вот, я уже показывал, в принципе. Сам принцип посадка на холм, за глухим забором с севера. Вот. И цвет забора, подходящий для того, чтобы здесь было теплее. Ну, эти... У меня осталось горькое воспоминание. Первое, надо было зарабатывать, я уничтожил первое поколение персиков собственными руками. Вот. И дело в том, что, пусть это довольно свежая фотография, я всего 4 года. 3 или 4 года. А когда я впервые начал срезать черенки на продажу, у меня не было выхода. У меня сожгли сад промышленный. Там только яблони было, полторы тысячи. Почти все уже плодоносили. Только плодоносили и сад сожгли. Мне было некуда деваться. Я разговариваю как с близкими людьми. Я устроился в два садика на полставки. Получал 3 плюс 3 тысячи рублей. 3, еще 3. Вот. И я начал торговать раньше, чем надо, этими самыми черенками. Продавал по 50 рублей веточку. Вот. Один из них с таким возмущением мне ответ присылал. А вы что, такую мелочь присылаете? Вы понимаете, что получилось? Вместо того, чтобы радоваться, персик, минус 40 выдерживает. Правда, привитые на мальдурские абрикосы и на китайские сливы. Тогда выдерживает. Вот. И такой строк я выслушал вот за такие вот. Поэтому я эту фотографию сохранил, чтобы сказать, что вместо спасибо, что ну есть же шанс, но я-то такие прерываю. Нет, получил по морде. Плакаться каждого, чтобы приехали в цикле, сад сожгли. А я потом остаточки продавал по принципу на тебе, Боже. Так. Ну, это уже комментировать. А, нет. Вот здесь вот большой пень. Это про возрождение. Если у меня был персик минусинский, про него чуть позже, про происхождение. Вот он уже вырос. Хороший у меня там. Дальше будут фотографии с него. Прекрасные урожаи. Не плевитые. И однажды я с него брал черенки, черенки, черенки. Я его тоже убил. Я убил. Представляете, в начале зимы сняли 50 или 70 черенков дерева. Это же какая. Это для тех суперспециалистов, в кавычках, чем больше реже, тем, значит, здоровее дерево. А для меня наоборот. Вот этот персик был мной уничтожен. Вот. И вдруг чудо возродился. И снова дошел на плодоношение черенки колен. То есть, это его запасной вариант. У него прекрасные корни. У него прекрасные какие корни вы потом увидите. Это корни стержневой. Он доходит на несколько метров и там питается очень морозостойким раствором. Когда отрезают корни у персиков, это такие специалисты. У них ругаться нехорошо. Говорят, что у них нет мозгов. Нет, я этого не говорю. Мозги у них есть. Только они научены, такими же научены. Кто-то когда-то начал учить и до сих пор возьмите, выкопайте, отрежьте и садите. Да что же это творится-то? Это и заранее скажу. Выкопайте, отрежьте и посадите. Это торгашеский прием. Это для питомников. Им похеру, что потом без центрального корня у вас он замерзнет. Их задача отрезал, посадил, на следующий год идет пышнейшие корни. Центрального нет, но боковая простейшая. Вот, смотрите, как отсюда я вам продаю, продал, купил мертвый. Так, это кто-то мне прислал из вас фильм. На этом фильме это The Piercy Хасанский. Любуйтесь. Церкви не текут, друзья. Это фильм одной из моих учеников. Огромное количество таких фильмов и фотографий у меня в отдельной папке. Сколько раз эту папку начинал и ни разу полностью не показал, потому что мои персики заполняют Россию. Вот. И горжусь тем, что Украину еще в действиях быстрее заполняют. Мы садоводы, нам делить нечего. Только делиться славой, кто круче. Вот это мы можем. Так. Тветочные почки вот так выглядят. Это просто вы знали, что вот так выглядят цветочные полочки. Цветочные полочки. Так. Здесь даже не спорю, кто прислал фотографии. А, вот, вот, вот. Это моя духовная сестра. Вот. Ельтина Галинвана Барнаула. Вот она у меня с аром все покупала когда-то. Потом мы подружились всего-то ее результат. Это уже мой сад. Вот эти вот особые фотографии. Вот. Я так горжусь дружной. Может, его уже в живых нет. Почему? Он замолчал уже несколько лет. Он был старше меня намного. А мне 74. А он меня старше. Товарищ Минусинска приезжал несколько раз. Вот. Мы подружились. И однажды он сделал чудо. Он свой сад укрывал. Я потом назвал этот песик Минусинский. Вот. А мой друг у меня память сохранилась и этот самый ой я начинаю забывать и зря где-то у меня записано фамилии и отчества и сейчас Никимов Александр Алексеевич или Алексей Александрович. Значит он мне привозит 20 сельцев персика а они не привитые а он искусств я так знаете как я его благодарил обнимал а сам душе я сейчас посажу замерзнуть вы представляете у него на следующий год после этого шикарнейшего подарка я тогда не знал что это шикарно я думал сейчас посажу замерзнуть и забуду вот так было откровенно что вы думаете у него на следующий год укрытый а он получал от 100 до 200 килограмм персиков вот откуда они он сам не знает так бывает то есть откуда я подозреваю что тоже Дальний Восток и похоже на Хасанский и не похоже чуть померче но ярче выражено это чуть красивее окраска и вот посадил я тут вдоль посадил и там вот забор видите вдали и вдоль того забора посадил и они начали у меня умирать один второй третий год пройдет пара нет год пройдет пара нет наконец у меня осталось штук восемь и они перестали мертвыть то есть начали погибать и не погибли мы до сих пор если вы видите под эти черенки видите я Сергей в то время не передал ему питомник мне пришлось просто-напросто обречь их почти на смерть вот и представляете прикрасывали эти веточки отрезались беспощадно та же самая проблема нету земли чтобы иметь отдельно маточный сан и отдельно просто сан для телевидения для гостей для угощения вот я трижды терял деревья вставлять видите я вас не обманул вот и так то что вы раньше видели пень это один из них вот от которого пня отрастала и опять опять я вас не обманул хотел щихнуть так вот вот так выглядел это тот же самый забор поглядите крупный план вот так они выглядели после того когда я их калечил черенки беря черенки вот ну а здесь что и так саженцы еще тогда я продавал вот сильнейшая отрезка черенков это еще осень выкапываю и отрезаем это уже может быть я может Сергей где-то это я не помню фотографии давнишние потому что я не помню кто саженцы продавал Сергей занимается ряд 5-8 так вот столько отрезается с ожелением выбрасывается потому что заготовка черенков стандартные это ноябрь месяц спящие без листьев а эти куда только выбрасывают а вот это тот же самый забор но уже тот который я помню вот видите забор вот перед забором вот они такие были сейчас они живы изувеченным морозом но сейчас я их называю самым саморостойким в мире они за 20 лет пережили все вот и в том числе мою страшную обрезку пережили и до сих пор это самый морозойкий в мире персики ну а сейчас что сама как сама что-нибудь пробовать значит эта фотография сделана в саду Чернобаева значит он пошел своим путем он раньше меня начал я то все привал привал продавал а он взял выросил часть кусочек а часть продолжал прививки уже сам прививки делал вот и вот результат единственное что чем он хорош Чернобаев он не стал делать штамп видите с одной стороны предельно урожай а с другой стороны нет этого штампа который я называю неправильным губительным видите помните я вам показывал фотографию на одном из вебинаров когда человек берет так полметра все листьев нет кормить глюкозой подземную часть дерева некому вот а специалисты они этого не понимают у них кроме лучи а и этих нету и першиков нету а книжные знания они не помогают они сейчас извините они вредят вот а Чернобаев с моими черенками быстро разобрался на привал получил следующее поколение и даже чуть крупнее моих помните самые первые длинноватые одно время я увлекался теплицей это для сохранения бинофонда здесь персики ну все пока вот одна в 21 году они были вот такие вот так ну одна из тех непривитых которых мне прислал стала вот такой вот это особое направление это волочная вишня на ней привит персик я довел это по отношению но дальше дело не пошло начинал 10 прививок потом начали вымирать прививки на уже на на волочку посевношую вот потом их стало 9 потом 8 7 6 а потом оставалась одна то есть мои бойлочки оказались не совсем я сейчас заранее скажу и наверное это будет первая серия долго говорю значит у меня есть где-то фанала есть фильм который прислал царство небес на броске Юрий Васильевич он был в гостях у дамы это было катаклируем какой-то вот они стоят в резиновых сапогах в саду воды в саду там сантиметров 10-20 то есть сад затоплен волосы вешены затоплены а на волосы вешенях привиты персики и прекрасный большой вырожай вот эта картина у меня перед глазами стоит наиду я тот или не найду другой раз видя фирмы надо было фотографии с него сделать первые фильмы для доказательства но там получилось у нее ряда волшебница а я новичок как я только учусь вот но у меня не пошли я довел единственный персик на привитие на воду и на позношение и все и все а там целый сад прекрасный сад десятки этих самых килограммов персиков не крупные на вылочке ну вылочка сами знаете вот это не крупная идея вот эта картинка у меня стоит перед глазами вот ну и ну был триумф потом ну еще раз так тепловая подушка видите это чуть другое видите забор другой это на новом участке вот сейчас еще немножко и закруглим еще много о чем надо поговорить нет мы делаем не так давайте мы посмотрим сколько мы проговорили в общем еще есть о чем поговорить вот и советую еще будет море мы сейчас с вами закруглимся вот мы с вами закруглимся будем назовем это первая серия ну какое-нибудь кричащее название придумаем и все видите тут и агротехника есть все есть поэтому мы с вами останавливаемся вот на чем-то звучит как говорится вот все запоминается последнее все запоминается последнее ну самая яркая фотография яркие фотографии непривитого песика который назвал Хасанский это вот это вот это и вот это а потом уже я это все уничтожал срезая ветки срезая ветки вот видели что этим непривитые песики могут быть и являются именно моим самым простой кем в мире благодарю за внимание следующая серия ждем недолго дом вот два кем не что я это не кем не кем лег не 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 Продолжение следует...